Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SLTV. Dota SLTV. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы возвращаемся с вами в прямой эфир. И опять-таки, доброй ночи уже всем. Для кого-то уже доброе утро, я уверен. Из Восточной России, кто-то там издалека. Я уверен, что у вас уже раннее-раннее утро вторника. Мы продолжаем первый день квалификации. Это американская квалификация на из Интернешнл 4. И мы по-прежнему работаем на четыре стрима. По-прежнему напоминаем, что вам первый, второй, третий, четвертый канал. Прямо сейчас смотрите все четыре трансляции. Все матчи. У нас шестой тур. Предпоследний матч на сегодня. Ну и играет между собой North American Rejects. У которых пока две победы и ноль поражений. Это Snake King, Fogget, Korak, 1437 и Brax. Играют они против Revenge. У которых 2-1 и которые только что в невероятном матче переиграли с NickyNix Assassin's. Так что Revenge остаются. Остаются у нас все-таки претендентом. И мы пока являемся свидетелем единственного их поражения здесь на квалификации. Ну что, научился Бен Джаз этот играть? Или что? Или просто ему решили попроще героя дать. Я думаю, если он получит какую-нибудь в Рейс Кинга или что попроще, то наверняка поет у них игра. Ну да, да. Но мы видим, что Сын Кинг Луна первые два пика. Очень любят Сын Кинга Revenge. Сын Кинг Луна они берут. Мирана и Шаду Демон. Два пика от Бракса. Первых улетает Висп в бан, улетает Бэтрайдер в бан. Там же мы видим Ликантроп, Нага и Даззл. Ну и ждем, что дальше будут банить Ревенжи. Нравится выбор North American Regex. Мирана, что Дудем огромная мобильность. То есть уже напоминает что-то такое вроде Стиль Импайр, который у нас зажгли на последнем лане, заняв топ-2. Род эти какие-то инвокеры еще добавить вообще-то. Да, и у вас получается огромная мобильность. Вы можете идти в легкую. Так, у нас тут показывает Корока. Пока 100% винрейт, кстати. Да, это на этом турнире. То есть он уже в одном из двух матчей играл под мой 6-0-3 сыграл. 51-11 крипстат. То есть это была подма, которая не фармила, которая просто убивала. Да, то есть если мы глянем, что у нас делает Ревенж. Они пикают наглость. Они уже пикают Сенкинг, Луна. Это два героя, которые слабы. Слабы на дабл-лейне. То есть их можно реально приходить и убивать. А у Нар два рейнджовых героя, причем сильнейшая связка. Это Мирана и Шадо Демон. Берешь любого третьего накрывашку, какую-нибудь для широкая или так далее. И Луна будет падать по кулдауну. Смотри статистику Бенджаза, про которого мы говорили. Бенджаз на Луне, это не просто на этом турнире, это в этом году играл дважды. 100% винрейт. 8,5 фрагов в среднем делает. Один раз умирает и 10 ассистов. То есть вот это и есть его, этот самый герой. Я уверен, что да. Потому что Луна, если по исполнению лечит Марфана попроще. Тебе не нужно ничего думать. Ты просто бегаешь, убиваешь крипов. Входишь в драку, включаешь БКБ ультимейт и редклик. Все. Не надо думать. Вот просто берешь и делаешь. В то время как на Марфе там надо микрить, летать туда-сюда, перекачиваться. Ну и вон нафиг. Слишком много, да. Слишком много. Лича забирает у нас перуанцы себе третьим пиком. Герой, которого мы редко видели на этом турнире пока. Да, и похоже на то, что они, возможно, будут делать дабл лейны. Они сейчас видят, что не могут сражаться. Именно вот уже никак они не могут сражаться на трипл лейне. И нужно сделать себе возможность аута. То есть выйти либо в даблы в центр с Луной, где ты ее обезопасишь. Либо там дабла вверх. Что угодно. Лишь бы твоя старта была рабочая. И мы тут видим связочка. Связочка Мира на Shadow Demon работает, ну, пока работает в плюс. Ну, в плюс это да, это хорошо. То есть пока на Викторе 54%. А 54% для Сески это хороший, ну, хороший процент. Учитывая на таком уровне. Да, да. То есть это действительно хороший процент. И у меня вот очень интересные баны. У нас ревенж забанили Тайтхантера и Кункевича. То есть видно, что они знают, как у нас играли Нара, да. Что брали Тайтхантера они регулярно. Факер будет доволен. Ну, а Нар забанили. Факер всегда доволен, когда вот это Тайтхантера кто-то начинает банить. Он понимает, что ну я же говорил в пабе. Я же еще перед Интернешнлом начал выбрать. Я же говорил, что этот герой будет самым часто забанен. Ну, пока так, конечно, не самый часто. Ух ты. Вот это да. North American Rejects берут Брюмастера. Который будет впитывать все три ультимейта. Да. Которому абсолютно плевать на эти три ультимейта. Да, и который сможет стабильно одного героя цеплять. И его ни в коем случае не отпускать. То есть Брюмастера, я помню, что его подняли. Причем в патче его подняли довольно сильно. Если на ранней стадии игры... Ты посмотри стату Корака на Брюмастера. Ты вообще посмотри на Корака, у него как-то не глянь. Да у него на все гербы. Но он не может играть одновременно и на подмен на Брюмастере. Так что, ну, Снэйкинг будет играть, я так понимаю, на подмен. А Брюмастере сыграет Корак, скорее всего. Ну, процентов 90. Потому что Брюмастер это герой скилла. Там нужно как на пианино. На этом турнире дважды его уже брали на квалификациях. И дважды выиграли. И вообще Брюмастер на этом турнире еще ни разу не умер. Лол. Вообще два матча Брюмастера даже ни разу не убили. А как ты им вообще умрешь? То есть, он толстый, он жирный, у него еще есть миссы. И по итогу он еще раскладывается на ультимейт. То есть, если ты доминируешь, ты фактически всегда будешь всегда выживать. Да. Наверняка. Ну, давайте ждать. Чем Ревенш ответит. Второй раз подряд они берут Квин оф Пейн. В прошлой игре у них, если я не ошибаюсь, была Квин оф Пейн. Но вот мы ее не смогли к хайлайту между матчами посмотреть. Потому что она только-только закончилась. Вот он смеш на ней играл, и сыграл он 9-5-12, 24 тысячи дэмэджа на из-за игру, внес 337 ласт хит на Квапе. Это как вообще? Это что за игра вообще была? Ну, это вот только что та, которая закончилась, что 57 минут, где играли они против Снейкингс, где у него пятый догон был. Вот только что они закончили этот матч, минут пять назад, пауза у них была маленькая. Вот потому что он как раз раскликался, а сейчас говорит, все, сейчас я вас победю. Ну и плюс, если посмотреть, то встречая в центре у нас Мирану или Брюдмастера, Акаша будет чувствовать себя замечательно. То есть Акаша подняли, у Акаши теперь у нас яд на четвертом левеле вообще имеет кулдаун меньше, чем его действие. И в итоге, если игра затягивается и выходит такой, знаешь, вот беготня, то Акаша показывает себя замечательно. Да, ну и North American Red. Рассказ, нужен рассказ, то есть Лайтгейм на самом деле пока у North American сильный, то есть Шоу Брюдмастер Штумирана отлично пинает Луну, и они берут микс. Они берут микс, это Dragon Knight, который одновременно и танк, и дамагер. Да. Огромный минус в том, что пока у Ревенш единственный ДПСР, тут нам показывают, что... Ну на этом турнире три раза пикали Dragon Knight, и дважды он выиграл. Ну вот такойся, Dragon Knight герой. Вот, а теперь вопрос, а куда? Мид. А под Масс Шэдов Демоном сложный Брюмастер в легкую? С большой вероятностью, да, потому что сейчас у нас вот есть Лич, и Лич он полностью будет уничтожать любого рейндж-героя, которого встретит на хардлайне. Но если придет панда, которая толстая, жирная, она будет впитывать огромное количество урона... Смотри, нас просто троллит наш режиссер Корак на Dragon Knight, 100% винрейт. Слушайте, покажите нам Корка на Шэдов Демоне, что ли, я не знаю, может у него на Шэдов Демоне тоже 100% винрейт? Кто знает этого Корка? Кстати, на этих трех героях, кроме Корка, никто не играл, но вот Саша подсказывает наш режиссер. То есть, Корак сейчас просто за три клавиатуры и поехали ломать всех подряд. Ну что, Корак, удачи тебе, мы за тебя болеем. Ну и вот он, Баунти Хантер. Ну такой себе, я бы сказал пока. Вообще какой-то ушлепичный герой, если честно. То есть, я его не видел в нашей доте в последнее время где-то месяца три стабильно. Я комментировал где-то недавно игру, тоже, по-моему, какую-то американскую. И там Баунти Хантер был, ну, был. Там 1.7 такое. Я комментировал только китайскую игру, где был Баунти Хантер, а он просто бегал и вешал треки. В драке он делал максимум один удар и тут же умирал, потому что он Баунти Хантер. Ну потому что это Баунти Хантер. Ну вот, 14.37, наконец-то нам хоть кого-то показали, кроме Корака. 14.37 имеет, будет играть он на Enchantress. На Enchantress, конечно, у него 50% винрейт на этом чудо-герое. Ну что? Сильнейший герой этого вот Бена. То есть, все мы помним времена LGDint, которые в Китае занимали вторые места на G-лиге. И вот именно с этим героем у нас 14.37 на пару с Мизери, они дела великие вершили. Да, вот тогда действительно Мизери там на каком-то Сынкинге и Enchantress B1437, это было очень весело. И это была самая романтическая и очень веселая дота, которая мне, ну, да всем нам она тогда нравилась. Тогда за LGDint болели многие, но LGDint тогда закончили, как-то так, свою историю провалом. Ну, я могу сказать то, что вот когда они были LGDint, их история была круче, чем когда они распались. Потому что по отдельности ребята не сделали вообще ничего. Ну, по отдельности пока, пока. Давай подождем. Интернешнл только идет. По отдельности у нас Мизери и Пайкат за TeamDog играют очень неплохо, отобрались уже на DreamHack. Имеют шанс отобраться на The Summit, они в финале отбора на The Summit. North American Dreads 1437 и с этим, с Браксом уже отобрались на Summit. И вот очень хорошо идут тут в квалификациях. Ну и еще есть Сережа. Да, которого пока все в прогрессе. Там не так все хорошо, да. Которого мы увидим очень скоро. Да, мы увидим Сережу скоро в составе ВП. ВП последние дни меня радует. Они позавчера на DreamHack очень хорошо отыграли матчи свои против RockSkiss, против MeteorMakers, против еще кого-то они играли, не помню. Но все повыигрывали. То есть Virtus.pro начинает, начинает дела у ребят налаживаться наконец-то. И будем надеяться, что к следующей неделе... Раму соберут. Да, вот, это самое главное. Раму соберут. Но то, что происходит сейчас, происходило последний, скажем так, месяц, наверное, это... Напоминало какой-то порнофильм. С Virtus.pro в главном участии. Причем такой хороший русский порнофильм начала 90-х, да. Где такая себе камера и такие себе актеры. Ладно, хватит про ВП, про них мы еще поговорим. Напомню, что с 24 по 27 мая нас ждет европейская квалификация. Это последняя квалификация, которую мы с вами посмотрим. Ну и смотрим здесь игру Dragonite by Korak в минде против Smash'а, который играет. Ну и вот пошел он Даггер от Smash'а. Будет тот Korak'у не весело поначалу. Скажу серьезно, будет действительно не весело. Надо ему будет, там, на фастбанку он, конечно, идет. Ну, Smash тут будет гонять довольно серьезно. Надо забирать все руны у Dragonite'а, тогда Акаши будет его просто убивать. Да, да, будет его овнить, если фастбанка и там все руды забирать, это будет очень хорошо. На топе Fogget и Snake King, Дабла, как ты предполагал, стоит против Сенкинга, МС-ТСО и Бенжаза на Луне. Здесь же рядом в лесах у нас, мы видим, тусуется Лич. Лич абсолютно беспонтовый. То есть он на этой трепле не делает ничего, кроме как... А почему он не пошел сюда? Почему он не пошел сюда и не стал хавать крипов? Баунти Хантер бы стоял вот где-то здесь и у него было бы все отлично. Ну, это странное решение. То есть Луна может на линии и так стоять, но хотя против Даблы. Не, не, он сейчас будет стоять, но дело в том, что у нас Enchantress уже взял двух крипов. У Enchantress, я уверен, наверняка есть смок. И она вот готова к выходу в любую точку. Да, да, так и есть. На топе, на топе копает, ну, Снэкинга, и тут же сразу, смотри, прячет не Снэкинга, а прячет просто Сенкинга. Фогет, опасный фогет. Бывает такой. Да, но я тоже, кстати, жду сейчас экшена от 14.37. Ну, а ты пока посмотри, что творит Смэш в миде. У него крипстат 8.8. Ну, и вот он уже экшен от 14.37, вышел Сатир, задул Смэшу в лицо. Говорит, давай трать реген. У тебя на кулдауне последний твой тангусик. Кстати, знаешь, он на самом деле сейчас Изи завозит катку. Он стоит в центре, он провоцирует Enchantress на то, чтобы выходил крип на помощь. А крип на самом деле выходит на помощь и делает очень много. И из-за этого НЧА сейчас не может пойти куда-то и сделать ганг. Потому что ДК просто убит в салат. Да, у ДК все действительно печально. У него сейчас нету маны. Банка, ой, ты смотри, что задумал сейчас у нас Михоук. И вот ему надо здесь стоять. Ему надо просто здесь стоять. Если он дождется, вот уже бежит, 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 бежит. С полной банкой. Ну, это сейчас очень многое решит. Корок будет просто в... Рыдать. Рыдать. Он будет просто в... Есть не... Да ладно. Корок-то чувствует. Корок-то чувствует, что что-то тут не так. И мы видим, что кролик остановился. Ну и не дождался, не дождался. Баунти Хантер. Ну вот, ты понимаешь, что творит эта НЧА? Ну вот, не дает. Да, она никого не убивает. Нет, она параллельно еще и выходит сюда. Ну тут, кстати, можно еще и умереть. Находит Смэш. Ну что это было? Ну... Это был ганг на Акашу, у которой есть блинг. Вот что это было. Да, это был ганг на Акашу, у которой есть блинг. И перехвалили мы немножечко... Бена? Да. И мы видим, что было, кажется, все хорошо. Отлично он помогал одним крипом, вторым крипом. Но вот то, что он пошел туда, и с ним не было никакого ни кентавра, ни урса, ничего. Чтобы хотя бы как-то, не знаю, его там прикрыло, защитило. Ну и по итогу что у нас? Стоял у нас Акаша, все у него было хорошо-хорошо. Подошел Бен, да, и решил помочь им. В какое-то время смэшу. Да, и, кстати, Баунти Хантер там получил огромное количество экспы, у Баунти Хантера четвертый левел, скоро Бракс снизу, ну, топ крипстат на карте пока, но понятное дело, потому что Баунти Хантер полыгры тусовался где-то непонятно где, и Браксу никто не мешал. И Бракс у нас копят деньги. Сейчас, с большой вероятностью, он будет покупать монотапки, и после этого Баунти вообще не сможет стоять. Ты подходишь к лапу два удара, ты подходишь к лапу два удара, и все, и до свидания. И в итоге, весь фокус Баунти будет у нас на центре, потому что здесь пока сладенький все еще герой. Но 14-2, как бы Корок очень хорошо все-таки отстоял, несмотря на то, что, ну, по сути линии он проиграл, и что смэш контролит руны. Вот в миде можно нападать на Корка, полетел даггер, пошел крик, начинает резать Корка, будет ли хелпа, есть ТП, но это надо уходить. Отсюда развели Корка, и дальше можно уходить. Фогет прилетел, ну и вот, конечно, толку от этого никакого. Но вот Корка заставит вообще домой пойти, пешком. Да ладно, там еще даггер тикает до сих пор. Ого, еще чуть не убил. Там еще один удар, и вообще убило бы. Это интересно, у нас мух делает смэш. Обузит Боттл. Не, ну, все четко. Сверху там сражение. Гоняет у нас Мирану, причем активно. Вот уже работает спам. И пока у Ревенш все хорошо. То есть, несмотря на то, что с Enchantress, ну, Enchantress у нас была, и была огромная опасность сверху, что при этом Enchantress всех убьет, смэш принял на себя удар. И в результате Луна фрифармит теперь против Мираны. Ну и ты смотри, как помогает здесь Лич. Как бы стаки сделали, стаки сделали не Луне, и здесь будет очень быстрый даггер у Сенкинга. Видим, Лич не будет добивать вот эту вот Урсу, оставит ее Сенкингу. Да, вот Сенкингу оставляет эти деньги, и очень нужны действительно Сенкингу. И вот, вот, вот неплохо. Неплохо сейчас на СССР работает. Причем они все это сделали с уровнем песка перволелла. Ты прикинь, как они там долго все кайтили. Красавцы, вот действительно красавцы. То есть, есть инфаут. Несмотря на то, что они там разобрались, потом опять собрались эта команда. И смотри, тут тоже стаки настаканы, но это как-то аж слишком хорошо. Так вот, видно, что команда готовилась. И явно готовилась. Так, Фоггет и Сенкинг в миде. И будет попытка убить Смэша. Опять у Смэша шестой уже урю. У нее есть ультимейт. Если будет неудачный ганг, то здесь Фоггет отъедет, прячет Смэша. Ну что, успеет ли? Да, стан сейчас корок. Но стрела отличная и минус Смэш. Сенкинг красава. Не каждый раз так по таймингу взлетает стрелу в дезраб. Надо попасть еще всегда. Ну и теперь ситуация немножко меняется. Драгонайт у нас получает левел. Он получает руны. Он начинает гонять у нас кину в пейн. Да еще перед поддержкой своих пацанов. И в результате ДК будет пожестнее. Только-только Драгонайт в нее вложил курицу. В банку. И у Драгонайта теперь нет банки. Мог он ее с собой оставить, но он решил отправить домой. И как раз в тот момент был рядом Мехоук с ДД. А Курьер Килл, который дает опять-таки огромное количество денег сейчас. И преимущество в 3 минуты соперник без курицы. Это очень сейчас неплохо. Ну и... Луна. Все это время стоит и бьет крипов. Луна, у которой есть уже ПТ и так далее. Ну, на правильной линии был Брюмастер. Где у нас Брюмастер? Куда он вообще ускакал? Ага, вот он Брюмастер. Что он на базе делает? Вот так вот играет Брюмастер. Седьмая минута. Ну, это как битрайдер. Если получится быстро реализовать этот Даггер, там сделать каких-то 2 фрага, то будет все окей. Если сейчас он куда-то прыгнет, там на Луну и не убьет, то, ну, типа, ну, толку с этого Даггера. Я бы даже добавил, что у него нету даже маны на рассказ. То есть ему не хватает буквально двоечки. И при этом, ну, Панда это такой герой, что ей нужно не один раз дать рассказ. Ей нужно прыгнуть, дать клап, дать ультимейт, потом вылететь, дать второй клап и еще при этом накидывать пиво по кулдауну. То есть сейчас такой небольшой all-in от Нар. Ну, Аркан Тапки здесь, ну, блин, странное решение действительно от Наров. Ну, сейчас будет all-in. Двигаются нас наверх и будут реализовывать. То есть нельзя у нас Брюдмастеру палить свой блинк Даггер и посмотри, Ревенжи чувствуют, Ревенжи чувствуют. И у нас Луна, пульт крипов, и нужно сейчас понять. Неужели уйдет Бенжас отсюда? Неужели уйдет? Нет, Бенжас остается. И все, спалились. Спалились, спалили Даггер. Тут же маяки летят от Бенжаса. Вы посмотрите, там Даггер. И знают абсолютно все сейчас Ревенжи. Михок бегает далеко, смеш, все это время фармит. Здесь Фогет нашел руну, забрал ее. Акаша подходит к Фогету. При этом тут у нас находится Баунти Хантер. Нападает у нас на Фогет и начинает его пинать. Вот он, первый трек. Пока все нормально, Ревенжи. Слушай, Ревенжи реально... У Ревенжи все просто отлично. Но вот на топе прода Тавер они, скорее всего, отдадут. Лететь сюда нет смысла. Но 2-1 они ведут. У них неплохая квапа. Я уже включу Нетворсы. Квапа первая по Нетворсу. Луна 2-900. Ну, Таверс в запасе имеется у North American Rejects. То есть это плюс. Ну, а снизу дали время немножко поформить Снэкингу. Так, тут уже стоит Михок. 1437 сейчас получит треки, на него сразу нападут. Или не нападут? Нет, ну тут уже не нападут. Фогет и 1437 вдвоем сейчас отгоняют всех. Но Ревенжи боятся уже Брюмастера с блинком, который с любой стороны может ворваться. Можно в соло попытаться. Михокко спалили. Просветки здесь нету. Ну и убегает отсюда Баунти Хантер. Палец удвижуха говорит Снэкингу своему пацан. Акаши. Акаши тоже прикажет. Да, да, да. То, что надо. Снэкингу как раз не хватает 300 голды до этого. И уже, уже здесь Лич. Чайник просто дал. Слушай, мне нравятся эти перуанцы. Мне этот парень вообще в порядке. То есть он не церемонится, он не боится. Он подходит и реально забирает больше часть крипов. Не хватает буквально чуть-чуть ему на нового, потому что так бы он забрал часть крипов. Но Лич тут умрет, конечно. Нет, Пау пытается сделать. Ничего у него не получится. Но вот слишком нагло они тут сыграли. И по-моему, стоило дождаться здесь Снэкинга, который придет в песок спрячется. Потому что самых крупных крипов не забрали. И все, что он зафармил, он потерял. Но он не дал эти деньги забрать сопернику. А это плюс. И Баунти Хантер. 1.01. Есть уже фейзы. И 6-й левел. И 900. И все хорошо у него. Сейчас можно бросить трек. Тут стоит Сн3, надо быть осторожным. Ему нужен напарник. Но тут большая проблема. У Ревенча еще, по-моему, нет Блинк Даггера у Снэкинга. То есть буквально, да, 150 голды. И пока вот этого нет Блинк Даггера из 6-го левела, у нас Нар забирает очередной тавер. И никак это не остановить. Ну вот Квапа может попытаться как-то поотбрасываться. Луна все это время фармит. Это, конечно, плюс. И в пятером Нары уже вот собрались. И этот тавр они очень хотят забрать. Но будет ли Луна сюда лететь? В любом случае, давайте глянем, есть ли у Луны ТП. Да, есть у Луны ТП. Снкинг. Если бы ему сейчас сюда Даггер. И 6-й левел, то... Смэш! Ух, какая там стрела пролетела. Как близко-то. Да, Даггер 6-й левел. Но тут бы драку в ноль можно было бы выигрывать. Ну, не в ноль, ладно, там будет Брюмастер всегда. Все, Снкингу. Пару копеек осталось. Парочка копеек. Все, Даггер уже должен лететь сюда. Вот он, покупается и летит. Молодец, он просто ждал до последней секунды. Автобай у него просто стоит. 11-ая минута Даггер для суппорта Снкинга. Это просто отлично. Брюмастер! На Лича! Ультит! Снкинг должен отойти. Лича надо отдавать здесь. Есть телепорт от Луны. Да, Лича отдали. Луна отбегает. Луну тоже цепляет. Луну ни в коем случае нельзя отдавать. Луна ультует. Луна сейчас скорее всего погибнет. Луна погибает. И Квапа ультует под боем. Забрали Корка. Снкинг. Ну, вот, 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 вот как-то сумбурно. Байбэк от Квапы. Троих потеряли. Патма уходит. Снкинг за ней. У Снкинга нету маны. Все остальные выхиливаются. У Снкинга есть мана только на песочек. Слоун пытается уйти, получает стрелу. Ну, и это какая-то очень провальная драка. Еще и умирает здесь. Ой, боже, минус пять, смэш. И это минус шесть. На ровном месте, на ровном месте у нас начинает ревенш. Устраивает конвейер гейминг. И Нар молодцы. Да. Нар подошли, забрали одного героя. Луна, вот, как мы видим, Бенджамин сдаун. Он фармил всю игру, на него играла команда. Но он пошел и нафидил, в прямом смысле слова. Потому что... Да, он ультанул в трех этих. И при этом умер за секунду, не сделав вообще ничего. И пока это огромный винт для наров. Ревенш не хватает вот именно шестых ловелов и ультов. Вот как только они будут, нужно все кидать в одну точку, и все будет хорошо. Но вот с такими драками драться нелегко. Да. Нужно делать выпад за следующую минуту. Нужно пойти и обязательно сделать минус по трекам. Иначе у нас Нара заберут очередные ТВРа. Да, ну и мы понимаем, что Сэн Кинг не мог в той драке приставать ультимейт. У него даже не было этого ультимейта. Да, у него даже не было ультимейта. И чуть-чуть не хватило тайминга, считай. Но вот все равно надо опять-таки мана к мужу Сэн Кингу. Да и... Ну, Тауэр теряют. И вниз пойдут еще сейчас, наверное, Нары. И пойдут просто по миду. И вообще, знаешь, такое не каждый день увидишь, да, что у нас Сэн Кинг берет блинкдаггер, а шестого левела нет. То есть такое, наверное, первый раз в истории доты у нас произошло. Но все же. Есть огромный шанс, если у нас ревенш смогут взять на луне артефакты для демоджа. Ну и вообще статов. Потому что если мы глянем на пик наров, то магии не так много. Единственное, что бьют, бьют сурки. Тут у нас баунти нападает на панду. Они знают, что нет ульта у панды еще несколько секунд. Могли бы попытаться как-то ее поактивнее садануть. Но вот-вот уже-уже нет. Уже не получает. Ну Сэн Кинг идет сюда. Сейчас будет драка. Сейчас будет драка. Здесь увидят Михоука. Он должен дать еще как минимум один трек. На кого-то. Нужен Вижен. Ну не хотят нары драться. Далеко отсюда ДК. И надо-надо ревенджем давить сейчас линию. Но они тоже очень сильно боятся. Они тут в смоке стоят. Они думают, что нападут на них. Норс Американ Реджекс. Но Норс Американ Реджекс нападать ни на кого не хотят. Они тут тоже попрятались. Смотри. У меня ощущение, что, ну точнее даже скорее правильно, то, что нары ждут БКБ на Драйвинг Найте. Когда Драйвинг Найт купит себе БКБ. Он даже его не собирается собирать. А, он даже не собирается. Потому что если бы он купил БКБ, то убить его вообще нечем. То есть пять героев, он включает и все. И ты царебух в этой игре. Но он делает такой ганговый, ганг вариант. Он попадал Айнвиз. И идут сейчас ребята. Бракс уже готов прыгать. У него есть ультимейт. Видит кого-то первого, сразу же будет нырять туда. Но мы, видимо, отошли. Отошли, отошли ревенджи. Не хотят они тоже подставляться. Не хотят они здесь умирать. Ну и неплохо. Интересно, что собирает у нас Кинув Пейн. Посмотрю, у него есть перчатка. Это Мидас. Серьезно. Ну тут вообще не может быть других вариантов. Не, ну был еще Мжолни. Машторм хотя бы, да. Хотя бы ты бьешь штуки, нормально. Так, вот поймали Сенкинга. Даггер он не сделает. Ну и до свидания, Сенкин. Стрела в песок залетела. Он успел еще выкопаться. Но в любом случае это ничего им дало. Браво, Нары. Отличная игра. И сейчас они заберут еще и Т2 здесь. Потому что никто им в этом не помешает. Нет Сенкинга. Ну даже если будет. По-моему, уже не особо-то они его стремаются. Потому что у Бримастра есть ульт. И они сейчас с радостью подерутся. У Бримастра какой у нас левел? У Бримастра левел десятый. И там Аганим через 2000 голды. Ну вот идет Лич. Получил стан Лич. И до свидания Лич. Блестящая игра отличая. Я не знаю как это объяснить. Ревенжи. Вот мы поначалу игры говорили, что вот Ревенжи хорошо начали. Все нормально. А дальше для себя блестящая игра от Лича. Это все что можно сказать. Да, сначала была блестящая игра от Луны. Сейчас от Лича. Ну и вот он график. 5500 голды. Почти 3000 экспы ведет команда North American Rejects. Нара у нас сейчас настолько одевается, что даже если уже ревенж кинуть все свои ультимейты в двух-трех героев, то с большой вероятностью Нара все равно развалит. Панда у нас как только получит 11 левел, она в соло развалит Луну. То есть стоит Луна, прыгает Панда, все хаоешат, потом бьет ее в сингл-таргет с руки. Потому что пассивка работает на каждого спирита. И теперь ревенж, по-моему, драться в ближайшие минут 20 вообще нельзя. То есть Луне нужно срочно одеваться. Ну и как баунти, как мы с тобой видим, да, он вообще бесполезен. Нара идут в пуш, они подходят к ТВ-рам, начинают их пинать. Стоит у нас такой миличный агильщик и смотрит, а что я могу сделать? Ну брошу я трек, ну и что, они все равно в пятером, что дальше? Они все равно не умирают, то есть вот такое. И по итогу у нас нужна битва спидпушем. Ревенж выходит спидпуш, они перетягиваются на низ, видя, что команда тусится у нас в центре. Санкик пушит вверх, и вот это то, что надо делать. Это то, что надо делать, и ни в коем случае к этим ТВ-рам вообще нельзя подходить. Потому что ты будешь умирать. Ну как лич подошел, приблизительно так ты будешь умирать. Но они, я как смотрю по карте, они движутся, они движутся у нас в центр и хотят что-то сделать. Какую-то позицию коронную занять, но нужно другие ТВ-рам забирать. Ну а Нары блестящие, реализуют полностью свой потенциал, защищают низ, защищают верх. И в итоге ни один Тавр у нас не упал, а герои, как мы видим, они просто стоят и фармят. Ну под своими ТВ-рами. ДК Лотар. Да, у ДК появился Лотар уже, и 1000 голы сверх Лотар этого есть, пытается опять Михаук здесь бегать. Ну вот его поймали и убили. Да, Баунти у нас бегает как ходячий вард, потому что пока нет у него ассиста. То есть если вы бегаете на Баунти 1, то тогда бегаете осторожно так, чтобы кинуть трек и сразу убежать. Но он бегает просто через весь лес, да. Да, ну там внезапно откуда-то против Баунти Хантера, это как это додуматься надо было. Кто-то гем купил, да, и... ну и вот вы видите. И от нее, кстати, не убежишь под ДД, да, она тебе и пивка даст, и замедление, и врыв, врыв на ДК. Очень больно ДК, ДК за секунду падает. Ну вот, через два ульта нормальная. Они поняли, что если там будет скоро БКБ, то будет не так легко. Поэтому надо что-то клепать. Там, кстати, Драгонайт что? А Драгонайт уже первую часть БКБ собрал, и уже летела она ему в тот момент. Ну вот, ревенжи понимает, что надо как-то вот что-то... Патма, Патма, Брю... Ох, как четко, двое от Брюмастера-то улетели. Ну и вот не получилось ультпатмы реализовать. Ну, я могу заметить такой момент, что Акаша с Медасом пока она себя более-менее окупает, потому что драк все равно нету, то есть, ну, они все равно не сражаются. И хоть, ну, хоть что-то, да, у тебя... Ну, хоть деньги какие-то идут, там, и так далее. Брюмастер, агоним! Восемнадцатая минута. Одиннадцатый левел. Брюмастер сейчас в соло убивает как минимум двоих. Учитывая, что у него гем, то и троих может быть. Да, и при этом танкует, и при этом танкует троих, то есть. Стабильно он этот дэмэдж может себя впитать. Ну и по-прежнему он ни разу не умирал. На этом турнире, на отборах, на интернет, еще Брюмастер ни разу не умирал. Кто-то убейте Брюмастера, в конце концов. И выход наверх, видит у нас Баунти, находит он двух героев. Нападает у нас на Драгонг Найта, Драгон... Не, ну это наличие напали, Лич умирает. Баунти Канта пытается уйти. Цингинг! Хорошо, но только одного, Корак. Корак сейчас в форму еще войдет. Он даже в форму не входит, слушай, ему впадло. Стан, на развороте стрелы нету. Ну и этого хватит, да, и этого хватает. Это было 4 в 2. 4 в 2 они сражались, и, наверное, забрали двоих. Вот это да. Да. Причем все стрелы просто поразбегали. И тут прилетает Аганим, приходит сюда Брюмастер. Я, конечно, вот опять-таки, мы сегодня говорили, что мы будем оптимистами, но, блин, Мидас на Квапе тут не поможет. Ну, да, пока у нас, наверное, несут Тавера, то есть... Был шанс Ревенжа выиграть, но они его, по-моему, потеряли. В какой момент? Ну вот если бы там они не поумирали все. На центре. Если бы Луна там, даже если бы Луна не ТП, если бы они отдали там одного Лича и все, ушли бы. Все, отдайте одного Лича и уйдите. Опять Лич, да, как мы видим, у нас любят подойти там. Первый, да, и вот там он подошел, на Т2 подошел он умер. Вот если бы они там одного отдали, ничего страшного. В общем, он бы стал 3-1, 3-2. Ну окей, отдали Лича, нормально. Ну, дали бы 6-ой левел получить Санкингу, и у самих было бы все нормально. Ну вот, в итоге они по ТВ-рам уже проседают 4-1. Ой, нет. Не 4-1, 6-1, извините. Нары, Нары у нас играет сейчас в стиле ЛГД Инд. То есть та же агрессия, те же герои. Мы просто идем вперед и щемим противника. Да, и делайте с нами что хотите просто. И вот тут один такой момент, довольно печальный для Ревенж. Нечем контролить панду. То есть 5 героев, один Санкинг стан, но его не хватает, чтобы забирать этого пацана. И в итоге панда всегда 100% даст свой ультимейт, поэтому файты ведь нереально. На месте Ревенж нужно просто какими-то окольными путями заставлять разводить пацанов. Вот он нападает на Мирану, начинает ее бить. Очень больно у нас Санкингу, и Санкинг у нас нафидил. Ну Санкинг еще чуть не убил Санкинга. Санкинга, да. То есть дрался он до конца, конечно. Но трекилл, то есть это... Да, трекилл это деньги. Там Мидас, в конце концов это тоже деньги. То есть нас Ревенж будет даймить экономически команду Нар. Санкции, санкции будут против команды Нар. Так, ну там... А нет, я думал, что будет проблема у Михоука, но это к Янчат разбежало, а Брюмастер с Гемом был далековато отсюда. Ну и более-менее разводят. Есть один момент, который вот ключевой, то что Ревенж пока еще не забрали пушки. То есть несмотря на то, что счет у нас высокий, и то, что ловела у Нар довольно сильные, но стоят ТВРа. Ну это запас. И если ТВРа, Ревенж смогут снести хотя бы пару ТВРов, то преимущество, ну у нас этот баланс денег будет постепенно восстанавливаться. Потому что как ни крути, ну не все так плохо у Ревенж, да? Ну да, у них есть луна с БКБ, по крайней мере, опять-таки она первая по Нетворсу на карте. И еще бы ей купить Доминатор, потому что вот этот вот артефакт за 900, 500... Браво. Вот этот парень просто, по-моему, что-то знает в этой катке. Второй раз он же убивает, и вот сейчас дают надежду себе и дают надежду всем, что все еще можно вернуться в эту игру. Ну да, Луне, хочу, чтобы она купила либо Маску в Мэднес, либо Доминатор, потому что глупо бегать с одной Маской. Ну, Мэднес тут ни в коем случае нельзя. Ну да-да-да, Доминатор, потому что Доминатор тебе дает 20 урона, плюс еще армора, то есть вот у нас Бракс. Нашли опять Лича в лесу. Причем Лича находит у нас по кулдауну, Лич у нас любит действительно... Веселую доту, скажем так. Чак Норрис и Ся, да. 0,5 уже. 0,5-1, то есть. Так, тут проклилить Смэша, Снэйкинг, проблемы у Смэша, Смэш до конца, Брюмастер прыгает, но тут гем. И минус 2. Опять-таки, нападали на Снэйкинга, Снэйкинг выжил, кстати, Снэйкинг покупает себе БКБ. Опять-таки, при наличии БКБ у Снэйкинга и у Драгонайта, вот оно будет через 200 голды, я вообще не знаю, что им ревенж будут. Ну, то есть драка будет очень простая. Ты видишь Луну, прикликайте на нее редкликом и 10 секунд ей нужно будет как-то выживать. Баунти Хантер. Он здесь подзерзил. Да, ну, он простоял, он не знал, что в инвизе рядом Корак, Корак просто щитом его ударил и там 3 импетуса этого хватило. Да, 17-6 и сотворив мини-сенсацию в прошлом матче, переиграв Снэкинг с Ассасинс, мне ревенжи, к сожалению, не могут ничего пока противоставить North American Rejects. Инвиз идет на низ, видит Лича. Лич, Лич. Лич живет, все нормально. Живе, Лич, живе. Ну, далеко просто от них сейчас Брюмастер, поэтому не будут они, конечно, на хайграунд заходить. Брюмастер вообще там на планы своей команды тоже ложил, он в лесах, все тусуются. Владберск, кстати, купил, говорит, ну и мне хорошо, и Драгон Найту неплохо. Хороший артефакт, почему бы нет, лишние ауры никогда, ну, ауры лишними никогда не бывают. Ну, особенно если ты доминируешь и бьешь, да, то тогда ластил работает на славу для тебя. Хорошо, да, они тогда как-то тебя бьют. Ну, и вот ищут нары уже варианты развития событий, разбивают ворды, можно забрать Рошана. Ну, на Рошана может быть и бояться, потому что там луна. А, ну, а что бояться, если у вас два БКБ? Два БКБ и Брюмастер, ну что там бояться? Ну, разве что вам боков через Стансен Кинга и кого-то забрать. Но и то, это, знаешь, спорный вариант, по-моему, даже с этим они не смогут этого сделать. И теперь у Равенш стоит огромная задача. Одной луны, как керри, недостаточно. Баунти Хантера, как вот товарища без Блэкинг Бара, его тоже недостаточно, он не делает ДПС. И Акаша с Медасом нужно каким-то образом выйти в лейтгейм, потому что вот нужно убивать с руки. Есть рассказ о Каши Станкинг Лич, этого более чем предостаточно под ультимейтами луны. И нужны статы, чтобы убивать ДК. Потому что, если мы глянем на ДК, у него очень много армора, у него Блэкинг Бар, и его невозможно пробить уже 20 армора у пацана. Плюс Владимир, 25 армора. Да, и плюс Форме он скоро будет, 16-го левела, если не дай бог, то там будет вообще беда. Ну, я не думаю, что Нары Затян, конечно, в момент. Да, у Квапы появится скоро Аганим, хорошо. Но Аганим, это опять-таки, это не тот дэмэдж, который нужен против двух БКБ и ульта, да, и Мекки. Ну, единственный плюс, ты будешь защищать свой хайграунд стабильно каждым ультимейтом, но не более. Забирает у нас, забирает у нас Рошана, сверху у нас Акаша продолжает спамить, потому что они сейчас не догадываются, на самом деле, находятся. И это первый тавер, второй тавер должен быть в активе Ревенш. Ну, если Квапа тут должна, конечно, остаться, Нары сейчас должны идти по миду, ну, или понизу, скорее всего, идти и заканчивать, пытаться снести в сторону, или закончить вообще. Да, я вообще считаю то, что Ревенш нужно хоть что-то делать, посмотри, они стоят на базе, они вообще ничего не делают, то есть, ну, пойди ты по спидпуш, пойди ты, вон, к Акаше подойди хотя бы, кто-то придет загульный, вы его убьете. По Мансу, ну, надо, надо двигаться, потому что, если ты будешь стоять на месте, то с каждой секундой ты будешь проигрывать. Одна Акаша не вывезет. Да, боятся здесь ребята, действительно. Ну, вот мы идем на топ, переместились пять игроков команды North American Rejects, у Луны тем временем появился ли Доминатор, нет, у Луны появилась Яша. Ну, и хрен с ней. Меднес, ой, Меднес, Морбид Масочка, да, ну, и хрен с ней согласен. Не хочешь, так тебе и надо. Потом сама будешь жаловаться, что что-то там не так. И вот он, спидпуш. Хоть работают у нас ребята потихонечку. Нара играет очень осторожно, почему? Потому что все-таки рассказ Revention очень сильный, то есть в сумме четыре героя в АОЕ дают где-то там тысячи пятьсот, там, две тысячи магического дамаги, поэтому они вот так вот осторожницы, то есть хотят, а не на верочку зайти, при этом иметь дополнительные артефакты, а это БКБ плюс один дэмэдж айтем, чтобы быстро ломались ТВРа. И вот пока у Ревенш все еще есть шанс. Вот им надо просто правильно поймать врага, то есть опять-таки, это дело, что Баунти Хантер здесь абсолютно бесполезен, но... Ульт Лича может полетать хорошо, действительно может. Видим, два сейвовых, два саппорта стоят сзади у Нарова, они не врываются, клопа просто ультанула, там стрела полетела. Так, ну и продолжает Драгонайт. Кентауэр у нас просто замечательно-то, посмотри, что он делает, он блочит Сенкинга, который единственный способен у нас останавливать через Тан ДК, и в итоге ДК фу хп. Да, а у Тавра осталось совсем чуть-чуть, 600 хп, но продаглиф еще не тратили. И самое интересное то, что вот он стоит бит один Тар, и никто его не убьет, никто даже не старается убить его, помешать, хотя, если Тавра упадет, то потом вообще будет нельзя... Да, драться будет печально здесь, действительно, ну вот копает Сенкинг, тут же Блинкаут, полетел Тос, Драгонайта опять побили, заходит. Ну то есть вот так по чуть-чуть, боятся Нары, ты правильно сказал, не хотят подставиться, и ну что, уйдут они что ли? Да, они уходят. Они побоялись. Вот это вот зря, по-моему. Ну или это только Квапа, ну а куда? Ну и что, Квапа все, значит, уйдут? Побоялись, что нижняя линия пушится. У них же есть Аегис, Аегис на сторону хотя бы уж разменяли, раз такое дело. Я думаю, это могло бы сработать. Ну сейчас надо будет закупиться, они хотят закупиться для того, чтобы было больше айтемов, потому что у нас, ну, есть деньги у Мирана, есть деньги у других товарищей, и это надо будет использовать. Ну и да, вот, две тысячи, две тысячи. Да, неплохо, здесь у этого там 700 голды Forstuff, у Brewmaster 1000 голды, и тут у Минчантрс что-то должно быть 200. То есть почти огоним у нее, и она будет больно перед сроки. И тут у нас убегает Мирана. Мирану чуть не убили. Ну вот здесь на них напасть было бы довольно круто. Мирану чуть не убили, то есть... Да, Патмо БКБ прожила, и все, Патмо развели на БКБ и разбежались. Молодцы, ревенж. Вот-вот, сейчас... Но можно еще далеко не убегать, то есть, посмотри, остался Сен Кинг. Куда ж ты идешь? Остался Сен Кинг, остался у нас Мирана, и у Мирана теперь БКБ нету, то есть у нас может... Сен Кинг сейчас должен прыгать, копать, прыгает, копает, здесь Сенчантрс сдает хил, тут же Мека, и Баунти Хантера не хватает. Сен Кинг, вот так вот, наказали его. Поторопились. Да. Тут Лич, видим, поразбивал ворды. Десятый левел Лич. Ну и что, 30 секунд не будет Сен Кинга. Ну, крипы далеко. Пока у нас Нара, пока занимается не совсем понятным вот действием, которым надо заниматься, потому что они бегают за противником, когда все лайны отпушены. То есть отпушен центр, отпушен низ. Сейчас будет пушиться вверх, и вот единственное, что надо сделать, это просто пойди пушаните лайн и просто забери ты сверху Тавер. И они понимают, что это надо сделать, и двигаются наверх со всей скоростью. Там бэкдори Тавер, у нас забирает весь верхний Тавер Акаша. И ты посмотри, у Смэш это все хорошо, а Смэш у нас потихонечку. Две 200 уже насобирал, да? Да, но правда сейчас идет он прямо в лоб врагу. И Луна здесь же, и для Луны сейчас в лесу. Если она успеет БКБ, но она не успеет БКБ. Она не успеет БКБ. Хотя, отъедается, отъедается Луна и уртимейт, но всего там 3 воева залетело, или 3 воева, 3 бима залетело. В итоге, минус Луна, минус Лич. Ну и Квапа отсюда, понятное дело, упрыгала. Ну поймали опять-таки здесь Ревенжи. Не знали они, что собежали в чужой лес North American Ragex. Просто они бежали по прямой, не ждали, что сейчас действительно вот такой вот два блинка будет и так далее. Ну и вообще в такой ситуации тяжело именно стопать ДК, который может тебя достанется всей части карты. Единственное, наверное, финт, который возможно сделать, это пускать иллюзии. Ты пускаешься иллюзию, ну иллюзию Луны через манту, которая вот у него вроде есть. И ты будешь чувствовать себя очень хорошо, потому что так тут хотя бы гарантируешь себе сейв. Это вот такая небольшая фишечка, которая в лайтгейме помогает выживать. Но, как мы видим, у нас нары начинают еще дальше отрываться. Но все равно, да, отрываются нехорошо. У них по деньгам 8 тысяч, правда, вот смотри график по деньгам. Уже минут 10 он фактически не меняется. То есть все то же самое у нас по деньгам. Но по XP, правда, сейчас North American Ragex вышли вперед и далеко вышли вперед. И ДК у нас купили. Что-что? Боже, шикарные у нас результаты пришли. Команда Shadows in the Past, которая у нас проигрывала всем подряд, выиграла у Union Gaming. Это команда, на которую мы надеялись и молились, что она будет именно у нас сильной представительницей. Но не все так просто. Вот это результат. Вот это действительно мини-сенсация, я бы даже сказал. Может даже и не мини. Это такой серьезный результат Union, у которых там все в ноль. Ну а Union еще не играли со всеми самими сильными. И смотри, подходит у нас к Тавру. Подходит к Тавру. Лайн пропушен. Мирана себе принесла дезолятор. То есть теперь просто Луна будет падать, наверное, за секунду. И вот по таким фокусам. И нужно прямо сейчас идти и заканчивать. Да, и забирать вверх. И вообще навязывать драку. Все есть. У Патмы нереальное количество, опять-таки, артефактов. Ну тут вот Квапа. Ты смотри, Луна обогнала Патму. И Квапа 2000. Собирает себе Шиву. Проказ будет очень сильным. Да, если дадут этот самый проказ впилить. Вот нам сервер вард тыкнули. Пока проблема то, что стоит спереди ДК. И вот эти вот нюки ты не хочешь кидать на одного героя. Ты хочешь именно ватнуть в пятерых. Но пока вот у нас этот вырывается этот Месье. Месье. Как его там. Месье Корок. То вырывается Мирана. Ну вот он Снэйкин. Бракс. И хорошо, хорошо. Все, потратили. Цепанули только Луну. Луна, Луна, Луна. Спасает ее. Так, там полетел Чайник в Крипов. Ну и Шедоу Демон убивает Луну. И Луна умерла. Да, вот здесь ее уже дотикало. Ну и просто минус сторона. Без потерь. Брюмастер не провязал ультимейт. Ай-яй-яй, Луна выкупилась Снэйкин с ультом. Хорошо прыгает. Но здесь. Фоги да спрятали. Едва живой 1437. Он умирает. Снэйкинга убили. Здесь Брюмастер ультанул. Луна. Только сейчас юзает БКБ. Луна начинает драться. Луна второй раз минус. Подняли у нас Баунти Хантера. И Баунти Хантер, понятное дело, здесь тоже никуда не уходит. Квин оф Пейнт сделала даблкил. Не, Баунти Хантер ушел. Да ладно, смэш, триплкил. Смэш. Ах, все-таки погибает смэш. Четыре в четыре. Вот это да. Отличная драка, я считаю. То есть в такой ситуации они смогли выкрутиться. Санкинг залетел шикарно в толпу. Да. На Форстафе. Ну и не считая сломанной стороны, то Ровенш у нас потихонечку, но все еще держится. Луна выкупилась два раза, то есть это фактически минус пять. Ну и это фактически минус Луна, потому что денег у нее в ближайшее время ни на что не будет. И, заметьте, она продала маску. То есть я ожидал, что она купит что-то, но, увы, стик для нее оказался нужнее. Ну да, маска это такое. В драке только что вот стояла, напилила, и был бы доминатор. Может быть еще как-то бы отъедался, но в итоге маску решил он продать. Или может быть положил в курицу. Нет, продал все-таки. Да, и теперь единственный шанс у Ровенш это нападать с первыми, нападать где-то спину, сбоку и за Стансон Кинга кого-то на верочку сбривать. Потому что сейчас вот эта вот позиционка, она не выигрывается никак. Выходит ДК, танкует вообще все, все что можно. Если вы зайдете свои АОЕ спилы, это стан Акаша, стан Стансон Кинга, нюк Акаша и нюк Лича, то просто нарв врываются и убивают вас, как мы видели. То есть в том, что драться после этого нечем вообще, кроме ультимейтов. Да. Двигаются понизу, ищут они Стан Кинга. Стан Кинга, он блестяще работает, но одного его в этой игре не хватает. То есть несмотря на то, что он делает львиную долю работу и он рискует. У него сейчас ошибается Сан Кинг и получает стрелу и погибает здесь. Зачем он это сделал? Это грубейшая сейчас была ошибка и 45 секунд его не будет. Я не знаю, зачем он это сделал. У него нет байбека и сейчас, ну, надо забрать или Рошана, либо Стор, ну, ищу Лич, как всегда. Видим, Корок БКБ провязал. Не стал юзать форму, провязал БКБ. Чтоб Шива его, не знаю что, не засловила или что. Кстати, мне очень нравится выбор Корока. Он, вот этот выбор, его делают не всегда, но если ты не страдаешь вот с танковыми способностями, то Маншторм для миличного силовика, это, наверное, один из лучших артефактов. Каракаш ультимейт. Покричал, ушла. То есть для миличника, ну, что дает Атак Спид, ты бьешь быстро, он дает тебе дэмэдж. Молнии бешеные. Да, он тебе, то есть... Мы видели, кстати, Рейскинг в прошлой игре. Да, то есть, и при этом ты еще вешаешь на себя. То есть для мили героя Мжолонер, это, наверное, вообще один из самых лучших артефактов в лейтгейме. Ну и вот он ДК с ДД, 16-й левел, в форме, с Джолниром. Смотри, какие молнии тут. И еще и с иллюзиями своими же. Одну иллюзию отправил куда-то туда на разведку. Ну и продолжает ДК бить. Теперь его вообще бить не вариант под этим молниям, он просто будет отдавать быстрее, чем ты побьешь его. И Ревенжи стоят. Стоят, но стоять нельзя, нужно нападать спину, там Сент-Кинг крадется. Хорошая позиция Сент-Кинга, очень хорошая. Квапа ультанула, и вот Корак. Так, где Сент-Кинг? Луна ультует. Так, 437 умрет. Ну и Луна БКБ, 437 по-прежнему живет, ныкается. Бракс там сделан стап по луже, и... И вот он Сент-Кинг, вот он Сент-Кинг только сейчас, но очень поздно. Очень поздно Сент-Кинг умирает. В итоге только Аэгги сбили, Михойк тоже погибает. И Лич туда же. Ультра килл делает Бракс. Смэш тут единственный в живых. Ну, на него, наверное, забьют. А, нет, не забьют. Ну что, будет Рэмпэйдж? Нет, Рэмпэйдж не пройдет. Нет, Стилеры в команде. Стилеры! ГГВП! Отличная игра от Нар. Я уже предвину, ну, предвкушение, что у нас вот две команды, они прям... Нар Ликвид? Будет очень, да, лютая битва. Потому что что одни, что вторые у нас показывают отличный результат. Продолжение следует...